Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас последняя девятая прослойка на тему Пурима. И затронем мы сегодня очень серьезные вещи. Вопрос номер один. Есть ли имя Всевышнего Магелла Тестер? Есть или нет? Мы все слышали ответы, что имени Всевышнего там нету. И очень многих из нас это беспокоило с древних времен до сегодняшнего дня. Так, допустим, греческий перевод Септуагинты пишет очень много добавочного текста с именем Всевышнего, чтобы возместить недостаток, отсутствие имени Всевышнего. Медраши еврейские добавляют очень много параллельных разъясняющих историй со Всевышним в этих историях. То же самое делают некоторые комментаторы, говорящие, что там, где Хамеллах, царь, опишется без имени Ахашвироша, то это имеется в виду Всевышний. Есть такие, которые говорят, что имя Ахашвирош подразумевает в себе Всевышнего тот, чье начало и конец, и начало принадлежащие ему. В общем, есть еще очень много объяснений, манипуляций различных букв. Первые буквы определенных слов, определенных предложений. В общем, есть очень много попыток найти имя Всевышнего Магилла Тестер, потому что абсолютно всех беспокоит то, что оно там отсутствует. И я тоже решил попытать счастье и найти имя Всевышнего Магилла Тестер. И вы знаете, я его в нем нашел. Поэтому на вопрос, есть имя Всевышнего там или нет, я отвечаю и беру ответственность за эту информацию, потому что я ее не прочитал где-то и не услышал от кого-то. Эта идея принадлежит мне. Прав я или не прав, во время нас рассудят. Наверное, все-таки больше есть, чем нет. Поспользуемся идеей Козьмы Пруткова. Зри в корень и глянем. Дело в том, что серьезная работа, проделанная Тамар и Ламгиндин над различными именами в Магилла Тестер и Иранскими, сделала просто очень прекрасную работу она и очень много интересного описала. Но как-то еврейские имена она не смотрела. Я решил посмотреть в еврейские имена. Еврейские имена очень часто содержат имя Всевышнего. Но дело в том, что ни Мордехай, ни Авигайл, ни Шими, ни Киш, ни Яир не имеют имени Всевышнего. Оно там, может быть, только намекается. Однако, тарададан, тарадан, Эврика, в имени еврейского царя, Йоханья, вот оно, это имя, есть имя Всевышнего, Йоханья. Вот это окончание, это имя Всевышнего. Значит, установленный, поставленный Богом. Вот что означает его имя. То есть, мое предложение в решении этого вопроса, где имя Всевышнего в Магилла Тестер, очень простое, без всяких манипуляций. Там вот эти буквы, которые передают именно имя Всевышнего. Единственное, что это имя не является отдельным словом, оно является частью другого слова, частью имени царя. Но при этом, еще раз говорю, оно в этом имени означает имя Бога. Кстати, Юд и Гей – это две буквы, которые составляют одно из семи святых имен Всевышнего, которые нельзя стирать. Этот же царь в книге Малахим называется Його-Яхин. И вот здесь вот первые три буквы – это имя Всевышнего. А Йохин – это значит поставленный, утвержденный. Йоханья – это то же самое, только имя Всевышнего немножечко другое и поставлено в конце слова. Поэтому мой ответ, если в Магилла Тестер имя Всевышнего ответ – положительное имя есть, написанное по-простому в имени еврейского царя. Ну, давайте проглядим дальше и посмотрим, что лингвисты нам говорят про некоторые интересные остальные имена в Магилла Тестер. Вашти. В еврейской традиции она абсолютная злодейка в Мидраше. Однако автор Магилла Тестер дал ей очень хорошее иранское имя. Вахишти на иранском языке значит самое лучшее. То же, что на английском языке – the best. Вашт – best. И, может быть, также тоже желанное – wished. По-английски – самое желанное. В любом случае, в Магилла Тестер, в принципе, про нее не сказано ничего плохого. Она ведет себя как достойная женщина. Плюс имя у нее тоже самое лучшее. Лингвисты предпочитают именно этот вариант – самое лучшее, потому что там есть опять некая сатира и сарказм. Там написано советник Ахашвироша, говорит, давайте уберем вашти и дадим вам другую лучше, чем она. То есть, вашти – лучшее самое, а дадим мы вам еще лучшее. Это некое, может быть, самое лучшее используется здесь, саркастически. Мордахай – следующий наш главный герой. Имя Мардука очень популярное было в Иране в то время. Есть клинописи с именем придворных, с таким именем. Это имя абсолютно не еврейское. И еврейские попытки его окошерить и сказать, что это мордехи, чистый мир и там другие хорошие вещи. Ну, можно, как говорится, много чего объяснить, но это имя происходит от слова Мордук – это главное вавилонское божество, дождя, шторма и так далее. Ну, вот такое вот еврейское имя в прошлом, очень даже не еврейское, было принято еврейским народом. В принципе, никто не жалуется, что название месяца Томуз взято от названия идолопоклонческого божества. Евреи пользуются этим, называют его. То есть, может быть, какая-то толерантность была к этим вещам у евреев тогда. Трудно сказать. Так или иначе, вот это вот его имя. Может быть, здесь нам урок – не надо пренебрегать никаким евреям, какое бы он имя ни носил. Может быть, окажется момент, что этот человек – это тот, от которого будет зависеть судьба всего еврейского народа. Эстер – наша героиня, главная героиня, спасительница еврейского народа. Ее имя бесспорно созвучно к Иштар – вавилонской богиней любви, секса, плодородия, иногда войны тоже. Астарте – финикийской, кнаанской богини. И то, и другое третье имя. Если вы посмотрите, согласные более-менее одни и те же. Тут впереди всегда вот эти вот новые гласные звуки. Это все семитские попытки, потому что семиты не могут произносить два согласных слога в начале. Это иранское слово в глубине своей – сетара, или то, что сегодня называется на современном иранском или фарси – сетара. То это стар – звезда. Если ре заменить на ле, получается известная латинская стелла – то же самое звезда. Венера. И в Мидраше, между прочим, так и говорится. И она называется Айел – это шахар – утренней звездой. Имя Эстер в действительности соответствует Венере. Поэтому, кем, в принципе, Аштарты и Иштар являлись. Опять, тоже не очень еврейское имя. Но ее еврейское имя было Адаса. Очень такое красивое имя. Тоже как-то связано с ритуалами плодородия, с ритуалами, может быть, деторождения. Нет, у еврейской традиции есть танцевать перед невестой с ветвями Адаса. Следующая женщина, злодейка, вроде бы. Ее зовут Зериш. Эта женщина названа в честь женского злого демона, который отравляет растения и там живое. Зауриш на иранском языке – один из семи злых демонов иранских женских. Но она никогда не идет. Одна – она всегда идет с мужским злым демоном в иранских мифологиях. Его зовут Тауриш. Это Тереш, который пытается отравить. Ахашвирош – это мужской злой демон уничтожения. Теперь главный злодей – Гаман. Гумана – это значит хорошая мысль на иранском языке. Вахумана – это может быть хороший разум. И то, и другое имя – очень хорошее имя для советника царя. Однако и здесь присутствует сарказм. Потому что очень часто с его именем Магилат Эстер говорит «Эйцад Гаман» – совет Гамана обрушился против него самого. То есть, человек, который хорошей мыслью, хорошим советом, хорошим разумом дает советы, которые обрушиваются на него самого. Очень может быть, что это название Гамана здесь тоже саркастическое. Гамадата. Его папу звали Гамадата, что означает такой же закон. Так же, как слово «гомо» – гомогенный и гомологичный. «Гомо» – одинаковый. Значит, такой же закон. Опять хорошее имя для придворного юриста или советника. Есть ли Бог в Магилат Эстер? Ну вот Бог точно в Магилат Эстер есть. Опять, когда я говорю слово «бог», я подразумаю именно русское слово «бог» и больше ничего. В действительности, вот первый у нас придворный, его зовут «бизта». Это «багазата» – иранское имя, божественно рожденный. Дело в том, что «бага» на иранском языке – это то, что на русском языке – «бог». У нас есть другой товарищ «бигта» – «багадата». Это то же самое, что «данный богом» по-русски, по-украински – это «богдан», по-узбекски – «худайберген», по-еврите – это «натаниэль», ну, по-бухарско-еврейски – это будет «худайдат». Есть у нас еще другой «авагта». «Авагта» – вот эта приставка «а» – она делает вместо «данный богом» полученный от бога – «абагта». Еще один у нас есть «биктан», тоже один из отравителей. «Биктан» – «багадана» – это божественный подарок. Ну, как вы видите, «бага», «бог» в «магеллат-эстер» – очень даже много этих теофорических имен. Давайте теперь немножко закончим нашу лингвистическую пробежку. Десятью детьми «хамана», которые имеют очень веселые названия, имена точнее. Есть попытки переводить их имена с «еврита», «сарамита», деланные они многими нашими комментаторами. Но это все, честно говоря, из области мета-анализа и фольклорных народных этимологий. Их переводить надо с иранского языка. Первое у нас «паршандата». «Фрашан» – это чудесный, прекрасный. «Дата» – это или закон, или данный, как мы уже с вами говорили. «Фрашандата» – тот, у которого чудесный закон или чудесно данный. Значит, учитывая, что папа-советник царя, дедушка-советник царя, судя по всему, наверное, закон более приемлемо. Судя по всему, этот ребенок планировался быть юристом-адвокатом. Следующий сын – «Далфон». «Диль» – даже на современном ираноязычных всех диалектах и языках. «Диль» – это сердце. «Далфон» – «Дильфауан» – защитник сердца. Этот сын явно был бы кардиологом. Следующий сын – «Аспата». Ну, стоит ли говорить ираноязычным евреям, или все, кто знает фарси или бухарский язык, что такое асп? Асп – это лошадь. И, кстати, в Талмуде есть трава такая, которую Талмуд постоянно упоминает в Баба-Батре, в Геморде, в других – аспаста. Аспаста – это то, что на белорусском языке называется коновшина. Это как трава, выращиваемая, как корм скоту. Аспата – это значит тот, чьи лошади защищены. Этот сын явно должен был быть ветеринаром. Следующий сын – «Пората». Фраварта – это душа на фраварте, на иранском языке. Очень может быть, что этот сын должен был быть психологом. Следующий сын – «Адалья». Опять мы видим это слово «диль» – сердце. Был ли он кардиологом, врачом или, может быть, фельдшером – очень трудно сказать. Следующий сын – «Аридата». Ари – здесь – это то же самое слово, что ариец, известное всем нам. Было все-таки что-то фашистское в этой семье, конечно. Ариец в действительности, в своем изначальном понимании – это как иранцы называли себя. А страну свою назвали Ариана – земля арийцев. Немцы, конечно же, не арийцы, а иранцы – настоящие арийцы. Ария – это значит «благородный» тоже на древнеиранском языке. Аридата – это значит «данный благородному иранцу». Тоже может быть Аридата – закон благородного иранца. Опять, скорее всего, юристом сын подразумевался. Значит, следующий сын – пармашта. Я вообще стесняюсь производить то, что сказали лингвисты о нем. Пар – как вы, про – это значит «перед», «впереди». Машта – кто-то говорит, что это «потирать». Опять, так это или нет, не буду утверждать. Это профессиональные лингвисты говорят. Ну, скажем, что этот сын должен был быть урологом. Следующий – Ари Сай. Здесь нам опять знакомо вот это Ари – иранец, благородный и так далее. Я не затрудняюсь сказать, что такое Сай. Но вот Ари Дай – следующий сын, он, конечно же, похож. Ари – это опять благородный или иранец. А Дай – скорее всего, аббревиатура Дахья. Это провинция. То есть, иранская провинция. Скорее всего, этот сын подразумевался, что он будет сатрапом, каким-то крупным губернатором где-то. И последний сын – Вайзата. Вайзода. Рожденный хорошим. Вот это вот слово «зод», оно так же, вот как азербайджанский добавление к фамилии «заде» или как «шехеризада». Или «зод» на мухарском языке, на иранском «родить», рожденный вайзода, рожденный хорошо. Вот это вот дети Амана. В принципе, знаете, вот дети вроде бы были такие, с хорошим потенциалом. Кто лоер, кто ветеринар, кто врач и кто психолог. Могли бы многого достигнуть. Но вот надо было ему как-то вот наезжать на евреев и вот разрушил и себя, и всю свою семью. Дорогие друзья, я желаю всем счастливого Пурима, радостного, здорового, всего самого наилучшего. И не забывайте зарить в корень. Всего хорошего. С вами был Барух Юабов.